поехали поехали всем привет дорогие друзья сегодня у меня в гостях замечательный фотограф видеограф видеооператор и путешественника его зовут павел мирошников прошу любить и жаловать и сегодня мы поговорим про пашину сумку 10 килограммовую которую он сегодня с собой принес слово замечательно конечно субъективно ну так вот интересный интересного давайте да вот мы договорились чтобы каждый из фотографов показывал что у него лежит сумки здесь только всего перечислили что я путешественник там видеограф ну надо понимать что путешествиях у меня немножечко другой комплект аппаратуры да еще призер многих фото конкурсов вот обычно я в жизни ношу вот такую большую сумку когда я иду на съемки я стараюсь взять комплект фотооборудования исходя из тех условий из тех ситуаций которые могут меня ожидать давайте я вам покажу что у меня есть в этой сумке конечно же у меня есть фотоаппарат с объективом у меня есть комплект оптики давайте конкретно о каждом объективе я потом расскажу и скажу какие задачи я ставлю перед съемками вот у меня есть объективы посмотрите сколько их у меня много объективов да вот все даже не найдешь на обычная их легко нахожу мы здесь я заволновался маленько вот в кармане у меня лежит еще один объектив о ничем посмотрите сколько да вот на такое стекло такой комплект оборудование я нашу с собой у меня есть еще в комплекте запасе фото вспышка с которой я работаю есть у меня обязательные аксессуары что помогает мне получать очень красивые интересные кадры о них я все расскажу да да все расскажем сумочки у меня лежит такой вот медиаплеер когда я фотографирую обычно если там пейзажи бродишь по городу ищешь какие-нибудь стрит сюжеты я включаю музыку и в зависимости от того какая музыка играет какое настроение у меня получается я пытаюсь это все отработать планшет в этом планшете я смотрю информацию быстренько где что происходит что еще друзья вам показать ну здесь у меня комплект карточек карточки это ну это обычные вещи просто мне сказали что давай покажи что есть у фотографа ну вот мне пришлось в этом кармане я охраню ключики от квартиры здесь у меня пустой до карманчик давайте покажу что у меня в клапанном кармане в клапанном кармане у меня находится комплект дистанционные вспышки радиоуправляемые вспышки да ты я с собой ношу дело то что свое время у меня вспышка была от шнура и я любил когда фотографируешь делать некую такую боковую подсветку получается очень красивые кадры но поскольку техника ушла дальше этот шнур я потерял поэтому я сейчас использую вот радио дистанционные управляемые в сумке у меня лежит запасной комплект батарей запасная карточка обязательно здесь мне даже посмотрите у меня несколько батареек флешки ну это вот обычно они лежат их забываешь вытаскивать у меня лежит с собой ручка и лежит у меня линза для чего это линза для съемки крупных каких-нибудь объектов дело в том что у меня просто коробочка сломалась я так держу видите да это диоптрийная линза которая позволяет снимать макро какие-то макро величины макро предметы ты в комплекте у меня лежит помпочка груша которая позволяет мне чистить оптику вдруг пыль на матрице или там какая-нибудь грязь я чищу вот это вся моя сумка что еще показать ну здесь у меня есть мобильный телефон и часто я с собой ношу комплект да 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 поскольку я вот говорю что путешественник есть некая такая привычка вот уже немножко сломался носить собой какой-то комплект небольших инструментов потому что они ну в любой момент могут пригодиться это так сказать вещь очень нужно очень необходимо здесь отверточка здесь ножик здесь какие-то пассатижики либо кому-то оказать помощь и либо себе что-нибудь быстренько там отремонтировать все очень удобно очень компактно сумочка сумочка под вспышку я уже здесь людям рассказывал когда со вспышкой работаешь в нее можно складывать объективу посмотрите для для объективов раз можно сюда положить объектив он также будет лежать безопасности пока мы работаем со вспышкой вот примерно то что лежит в моей такой большой тяжелой сумке и все это то чем я непосредственно пользуюсь то что мне помогает получать тот либо иной какой-то художественный результат ну для выполнения своей поставленной цели задач опять же надо сказать что фотография когда ты снимаешь стрит когда ты снимаешь какой-то репортаж ты не знаешь что тебя ожидает поэтому надо быть готовым когда художественная фотография ты примерно себе составляешь план что-то будешь снимать как ты будешь снимать кто эти люди да как ты будешь ставить свет в каких режимах ты будешь работать то когда ты работаешь в стрите либо в репортаже тебя можно ожидать любые условия здесь я еще не показал что у меня здесь есть на самом деле чехол у обычные такой да вот пакетик для чего вдруг какой-нибудь непогода дождь и ветер я одеваю этот чехольчик на камеру так вот он лежит у меня вот он не мешает очень просто сам обычный пакет но когда дождь да ты берешь пакет не жалко ты делаешь здесь дырочку сейчас укрывать пакет просто продырявливает его все пакет одеваешь на голову и все и можно ходить снимать и аппаратуру у тебя сухо и ты можешь вот кстати смотрите дырочка там не порвалось смотрите что творится берешь сюда высовываешь объектив как-то ты прикрываешь это отдел на голову все пожалуйста и в пакете можно работать можно снимать там у меня есть платок но платок у меня лежит в кармане все пожалуйста можно оставаться сухим и с собой я еще нашу комплект салфеток влагопоглощающих но он у меня просто в кармане куртки лежит так что все свое хозяйство носишь с собой в любой момент ты что-то достал бац бац все сделал все починил так что это вот это очень классно на самом деле здорово слушать музыку во время съемки считаю что это такой интересный очень совет да ну во первых это радио здесь у меня радио здесь у меня музыка здесь есть у меня видео в моменты когда ты где-нибудь сидишь ждешь можно включить посмотреть фильмы можно послушать музыку можно какие-то файлы здесь почитать здесь у меня книжки записаны здесь у меня много моих фотографий с кем не встречаешься ты кто-то лишь не фотограф и начинаешь до ему показывать свои фотографии и в принципе можно разговориться а ты когда снимаешь ты замечал что ты слушаешь импер музыку какую-нибудь там спокойную романтичную тебя фотографии получаются музыка диктует настроение да но обычно музыки много не бывает да ты все же переслушал на несколько раз поэтому ты находишь свои любимые мелодии своих любимых композиторов просто включаешь и подпеваешь им и уже вот пытаешься увидеть что находится вокруг тебя так что это помогает да очень круто давай сейчас поговорим подробнее про каждый объектив потому что я думаю что это будет очень интересно в зависимости от того какие творческие задачи я перед сам перед собой ставлю я использую тот либо иной комплект фото объективов ну опять же это не все что я взял с собой все носить невозможно поэтому когда я себе придумываю что я поеду снимать то либо другое я соответственно беру определенный комплект объективов но это вот то что у меня зачастую бывает всегда с собой самый любимый ну наверное самый любимый объектив вы знаете сложно потому что нельзя поделить объективы вот они все любимые да нет а я скажу я я все объективы люблю поэтому выделять какой-то отдельно нет почему еще расскажу дело в том что каждый объектив в силу своих свойств предназначен для выполнения той либо иной цели и задачи поэтому если я захочу снять что-то одно понятно что мне этот объектив не подойдет я не могу сказать что он плохой просто не подходит для этой задачи а зависимости от того что мне нужно я подбирал некую линейку оптики стекла из тех задач которые я себе ставлю до путешествия я люблю путешествовать я люблю снимать макро я люблю снимать пейзажи я люблю снимать стрит в зависимости от этого я уже комплектую свой некий такой походный сундучок что я буду снять но пожалуй я очень часто снимаю объективом который называется у меня токина 1224 это дырочка 4 у него я снимаю им практически все объектив кроп поскольку у нас здесь написано 1224 но в пересчете на кроп он примерно идет как 1835 то 18 это очень широкий угол обалденная резкость отличная глубина резкости многие фотографии которым я горжусь были сделаны именно этим объективом у него есть свои особенности я эти особенности знаю как некое замыливание по краям но их можно избежать либо уже при дальнейшей обработке фотографии можно каким-то образом обрезать эскадрировать вот этот объектив который я очень люблю и которые у меня уже очень очень-очень-очень-очень-очень-очень очень-очень-очень давно я пока один не оригинальный вот тут пока он не никоновский у меня есть у меня сильно такина вот именно так здесь вопрос немножко по-другому да хороши ли объективы сторонних производителей для определенной модели фотоаппаратов для определенной фирмы да если мы берем если мы берем качественную оптику потому что каждый сторонний производитель делает любительскую линейку оптики и профессиональную линейку оптики если мы начинаем брать вернее начинаем работать от с профессиональной линейкой оптики то соответственно результат будет профессиональный каждый производитель он гордится собой он ценит свою марку он свою продукцию он ценит своего потребителя поэтому я взял объектив стороннего производителя но он меня ни разу не подводил он настолько мне нравится что он да он отвечает тем требованиям которые я перед ним стану объектив вот пожалуй еще один уникальный объектив который я очень люблю за свою как сказать да именно за свой маленький размер и за свой диапазон это nikon nikor 70 300 то есть это очень большой хороший диапазон если мы ставим его на crop фотоаппарат у нас работает примерно 70 это где-то 85 90 миллиметров 450 то есть это очень хорошее увеличение это обалденные планы это глубина резкости совершенно фантастическая что они можно еще сказать недостаток пожалуй у него это светосила четыре с половиной пять с половиной но если мы ставим хорошую чувствительность или в яркий солнечный день картинка просто обалденно опять же очень много планов я снял своим объективом вот этим я 70 300 у него есть в р соответственно может когда в это когда удаляется тряска стоит внутренний гаситель вибрации это вот в р и можно снимать в режиме нормал и актив то есть нормал это когда не быстро действие актив когда он начинает работать с каким-то быстрым действием быстром движении чем он хорош объектив ну он во первых минимален по своим размерам бленду если мы уберем вы увидите что вот какой он крохотно но он выдвигает тубус и работает от крайних расстояний посмотрите компактный в то же время он работает 400 миллиметров 450 ребята да это просто так уплотняет пространство дело в том что если мы начинаем разбираться как работает то либо иная оптика мы поймем что широкоугольный объектив он делает угол шире но дает глубину резкости большую и как бы отдалять планы а длиннофокусный объектив он каким-то образом да он сжимает планы поэтому чем у нас больше фокусное расстояние тем планы у нас будут сильнее сжиматься фон будет размытый и наш объект он будет выделяться на фоне на размытом который не давлеет над кадром да она не мешает изображению а наоборот как бы подчеркивать главное действующее лицо главного героя это мой объектив которого я просто обожаю да еще я снимаю макросъемки не снимают цветы и букашечка просто отдыхаю меня есть очень хорошая подборочка я недавно как раз перебирал свою коллекцию цветов и позволяет снять не очень красиво крупные цветы показать всех там достоинства да какие-то беливы красок каких-нибудь насекомых которые живут на цветах объектив 100 105 2 и 8 это макро объектив который позволяет очень крупно снимать какие-то мелкие объекты вот мне он достался тоже с небольшими так сказать трудности да но это объектив который стоит того у него также если мы посмотрим видим линеечку что можно снимать по в ручном режиме так и в автоматическом что у него стоит размер фокусировки это вы обязаны посмотреть когда покупаете чтобы ваш объектив не гонял всю длинку вернее всю линейку диапазонов расстояния вы можете сами выбрать от какого режима вам работать ну и также здесь есть вибер-гаситель гаситель тряски объектив отлично снимает большая резкость но когда вы снимаете мака надо обязательно понимать что же вы хотите снять потому что когда вы снимаете крупно немножечко меняются как бы сказать там понимание то вот мы смотрим на цветок на то что цветок окружает когда мы начинаем фотографировать мака выделяем какой-то фрагмент цветка и так бывает что сам цветок нравится но когда мы начинаем снимать его крупно то цветок этот уже вроде бы как и не совсем интересен да поэтому надо понимать для чего это но если вы вдруг полюбите если вам интересно снимать макросъемки то объектив который ну вот если будет у вас в коллекции вы будете его любить и абсолютно не пожалеете что он вам попался достался даже за достаточно большие деньги на самом деле это очень хороший портретный еще объектив да он как портретник но поскольку я снимаю макро цветы насекомых да то в портретах в динамике сложно снять портреты это если человек где-то в студии сидит когда на него падает определенный свет этим объективом можно работать для репортажа подходят некие другие объективы вот я покажу что у меня есть еще один мой любимый объектив я для себя его открыл на лет десять назад я взял бы уж на объектив отработал с ним в одном очень тяжелом путешествии с годами он маленько так раз разболтался я один объектив заменил я его продал человеку который также за небольшие деньги занимается фотографии ну все фотографы они так или иначе обмениваются оптикой и приобрел себе объектив уже из новой модели этот объектив никр 24 120 миллиметров с относительным отверстием 4 то есть это постоянная светосила чем он хорош ну во-первых на фотоаппарате который кроп он работает как 35 миллиметров где-то 180 но здесь один недостаток когда мы ставим его на кроп 35 миллиметров для нас маловато но у меня есть запас широкоугольник который просто отлично закрывает этот диапазон представлять вот он у меня 12 24 крайняя 24 этот объектив начинает работать с 24 до 120 ну и соответственно когда этот объектив уже не работает не позволяет 120 миллиметров я ставлю уже другой объектив поэтому три объектива я вот быстренько 1 раз перебрасываю и получаю необходимую мне картинку необходимый мне диапазон фокусных расстояний еще дело в том что если вы сталкивались многие объективы они имеют переменную светосилу 5 и 6 3 с половиной 4 то здесь я уверен что если у меня стоит 4 относительно отверстие 4 то я могу в любом диапазоне работать плюс здесь уникальный не позвон 24 120 до это универсальный это достаточно профессиональный такой набор потому что вы можете столкнуться 35 70 24 75 2480 а здесь 120 то есть диапазон уже достаточно так широкий от 24 до 120 поэтому в репортаже когда начинаете работать одевать этот объектив и он перекрывает вот диапазон расстояние опять же у меня есть еще фотоаппарата который полноматричный и этот объектив который работает на полной матрице он как раз берет все свои 24 миллиметра лично это какую мать уникан d700 я его не взял потому что него он уже старенький он не достался тоже достаточно таким поработавшим и у него есть один недостаток я не знаю как что с этим сейчас он зимой при низких температурах отказывается работы а вот в модель которая d300s просто отлично снимает плюс он позволяет снимать видео вот так что ну недостаток у него не чувствительность когда ты делаешь высокую чувствительность больше чем 1000 иссо появляется шум вот наверное не самый хороший не самое хорошее качество но и надо понимать что этот аппарат уже снят с производства что он старенький но я вам скажу это рабочие лошадки да что еще у меня есть но есть соответственно у меня полтинник вы все прекрасно понимаете полтинник на который одет у меня оттеночный фильтр серый серый фильтр это не полет не поляризационный а фильтр который позволяет снизить яркость от объектов то есть днем снимать этим объективом на открытой даже если снимать днем на открытой дырке то не хватит диапазона чувствительности поэтому поэтому я да я поэтому одеваю нейтральный серый фильтр который потемняет яркости объектов яркость входящего света и с ним работают у меня объектив этот простой 50 миллиметров 1 и 8 то есть 1 и 4 но мне вполне этого хватает еще я заметил такую особенность что когда начинаешь работать то полтинник он как-то отходит на второй план там оптика которая работает зум она перекрывает все эти расстояния все эти диапазоны и полтинник до объектив так сказать он используется только как художный объектив если тебе надо будет снять что-то это к ты и будешь снимать но это это редко бывало встретили редко бывает в документ редко бывает документальная редко бывает в макро редко бывает в путешествиях с полтинником работать там как раз нужны какие-то универсальные объективы которые тебе с одного места позволяют добиться там какого-то кадра либо увеличить либо наоборот разширить изображение с fix они очень тяжело они дорогие они тяжелы и они мало универсальных поэтому есть работать то вот я для себя использую зумы ну есть у меня такая диоптрийная линза что я уже тут показывал до чего она нужна ну когда я снимаю макрообъекты какие-нибудь я одеваю ее на объектив 50 миллиметров и объектив у меня становится как макрообъективом я могу снимать близко расположенные предметы то есть у меня есть никон у меня вот есть 105 миллиметров и есть 50 миллиметров с диоптрийной линзой которая это еще у нас это еще иди сюда с 5 а l4 то здесь стоит плюс 4 идет ли в общем вот такой расклад это мы поговорили про оптику но помимо того что у тебя есть хорошая оптика надо обязательно иметь с собой запас батареек куда бы ты ни пошел пусть две-три батареечки заряженные лежат у тебя с собой в сумке это обязательно ну и соответственно карточка соответственно карточка и теперь мы подходим уже к таким вещам фишки которые помогают делать хорошие до которые помогают получить хорошие снимки ну во первых это поляризационный фильтр те люди которые знают которые работают с ними немножко начитаны либо ходили фотошколу они понимают для чего это нужно ну объясню двух словах я надеюсь вы понимаете выходили фотошколу да поляризационный фильтр он позволяет притемнять небо в определенные углы дело в том что у нас свет он не только линейный как мы увидим не объем да у нас линейный некий объекты когда на них свет падает он отражается но он отражается в определенной плоскости да такие умные физические термины но когда мы начинаем использовать некие поляризационные такие фильтры где стоит очень мелкая решеточка на уровне световых вот этих частот световых волн мы можем в тот либо иной момент притемнять отраженный луч и поэтому небо у нас имеет определенную степень поляризации мы ее можем с помощью этого фильтра добиться притемнение также мы можем удалить блики от предметов от каких-то там от стекол до от блики от воды то есть если вам надо вы можете взять поляризационный фильтр и просто попробовать посмотреть на небо посмотреть на отражение стекол посмотреть на тот же самый экран монитора и увидеть как этот фильтр работает и какой он дает эффект он помогает снимать в горах он притемняет небо и представляете когда белые вершины на фоне черного такой темного синего насыщенного неба какой контраст какая очень вкусная сочная картинка получается если мы смотрим на снимки ну как же вот они так сняли то все очень просто они используют некую такую оптическую технологию которая позволяет получить очень яркие очень не сочные и насыщенные изображения без графических редакторов и еще у меня есть такой комплект светофильтров это так называемый оттеночный градационный фильм фильтр тоже у меня таких не видела да это фильтр вот если посмотреть вы увидите что одна половинка у них темная другая половинка светло и между ними идет такой тонкий градационный переход от одной плоскости к другой и для чего это нужно я обычно просто держу руками у тебя нет этой системы система есть но представлять когда вы идете на съемки вам надо эту систему там городе просто вот просто ставишь ее перед объективом и когда надо ты либо и выше понимаешь либо ниже раз о чуть ниже опустил она плотнее и ты уже непосредственно видишь поскольку зеркальный аппарат как у тебя работает то либо иная вот этот конструкция градиент где ты уже относительно небо относительно объекта и либо водишь либо выводишь для чего это нужно для чего это нужно дело в том что плотность между землей и между небом у нас достаточно не плотность наверное да я скорее яркость до яркости земли и яркость неба она очень разная причем достаточно сильно отличается поэтому если мы хотим снять что-нибудь на земле то небо у нас будет пересвечено если мы снимаем что-нибудь на небе то земля у нас становится черной. Мы вводим в небо, к примеру, что-то темное, тогда земля становится у нас светлее. Это вот этот фильтр, который позволяет уравнивать плотности неба и земли. Разных объектов. У меня есть синий, и у меня есть оттеночный фильтр серый. То есть, когда мы смотрим и видим, что... Вот здесь у меня серый. И когда мы видим, что у нас получается, да, мы не можем вытянуть какую-то картинку, но мы просто делаем, вот... Ставим, ставим, да, вводим фильтр. Как снимать, к примеру, у меня был такой случай, я ехал на велосипеде, как раз строился третий мост, Бугринский. Вы знаете, что на самом деле есть целая серия фотографий про мост, и на самом деле этот мост зовут не Бугринский, его зовут Пашкин мост. Пашкин мост, спасибо. Друзья назвали. Я говорю, теперь уже вообще люди, которых я не знаю, говорят, это Пашкин мост. Да, это Пашкин мост. Ну, не знаю, его зовут Пашкин мост. Так что я думаю, что надо показать снимки нашим зрителям, и пусть они сами оценят. И была такая история, я ехал на велосипеде, а как раз уже был октябрь, и готовился мост к сдаче. Но не было еще света, и я мимо еду, смотрю, что-то не то на велосипеде. На работу с работы. Выезжаю к мосту, а на мосту зажгли иллюминацию. Сделали, как раз фонари поставили, да, вот эти световые опоры, и включили свет. Я сразу в режим, такое небо синее. Я с фотоаппаратом пришел, думаю, как сфотографироваться? Статья, у вас с собой не было. Я нашел какую-то бутылку, нашел какую-то конструкцию. Я этот фотоаппарат поставил, прижал плотненько, и сделал несколько кадров. И как раз небо было синее, режимное. То есть, ты прямо держал одной рукой? Нет, 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 нет. Я там был склон, я на склоне подкопал, положил, нашел какую-то бутылку, чтобы ничего не тряслось. Для того, чтобы была длинная выдержка, надо вот не прикасаться к нему. Даже вроде бы я поставил съемку по таймеру. Включил, отошел, чтобы вот никакой тряски не было. Посмотрел, у меня было три кадра, и небо ушло. Ну, я думаю, ну, вроде бы есть, так чувствую. Прихожу домой, сразу раз в компьютер включаю. Есть? Есть кадр этот, да? Какая-то бутылка помогла. Вот вам, пожалуйста. Пришел, этот кадр сразу оформил, выложил в интернет, и тут сразу шлеп, 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 пошли копировать, копировать, копировать. Разлетелось вообще моментально. И на одном из, там тоже под одним комментарием, где-то под снимком читаю, он говорит, ну, надо ж так, мы включили только пробную нашу подсветку, буквально минут на 10. Уже сфотографировали, уже в интернете. Говорит, за нами следят. Так что вот абсолютно случайно, быстро, и в зависимости, вот что под рукой, да, можно сделать такой импровизированный штатив. Но, если вот рассказывать о штативах, я здесь с собой его не принес, но в походах, в каких-то условиях, когда режим, с собой я беру штатив, да. Для чего нужен штатив? Штатив нужен, когда мы снимаем с длительной выдержкой, чтобы не было воздействий рук, не было воздействий, да, там, какой-то тряски. Обычно, когда холодно, ты замерзаешь, или когда длительная выдержка нужна, да, солнышко садится, уже света мало, как снять? Чук, поставил на штатив и снял. Большой штатив? Штатив у меня, нет, небольшой фотографический штатив, то есть, он, ну, средних, я не знаю, как сказать, большой, средних размеров. Я просто, я оцениваю, да, что есть видео штатив, вот он у меня меньше, чем видео штатив, то есть, это фотографический. Видео штатив, дорогие мои, это такая дура большая очень. Ну, они сейчас уже есть разные, да, но это фото штатив, то есть, его можно использовать как под маленькие видеокамеры, ну, шепра называется, то есть, модель шепра, вот такой, вот такой, да, ну, если он раскладывается, да, он такой, нет, он такой раскладывается, он такой становится, несколько звеньев. Вот, в походы я беру штатив обязательно, потому что бывают такие вещи, когда очень красиво, надо снять. А еще вот я не показал одну вещь, у меня есть комплект, что это такое? Это для вспышки, это дистанционная вспышка, я одеваю вспышечку подобным образом, остальное одеваю на фотоаппарат, и я могу работать, не привязываясь к какому-то объекту. Видите, да, оп, включил, сейчас я не буду показывать, но я могу снимать, могу эту вспышечку поставить где-нибудь в стороне, отойти и сфотографировать. Да, она стоит, можно ее, вот смотри, как регулировать. Но, у этого комплекта есть еще одна замечательная вещь. Я давай, смотрите, нет, нет, а я, я сейчас покажу. Она, смотрите, что может делаться. Она берется и переставляется. Вот таким образом. но здесь вспышка не сможет работать, но зато мой пускатель может быть как дистанционник для фотоаппарата. Да? Вот это, да, имеет двойное назначение. Здесь еще шнурок, я его не буду присоединять, он заходит в специальный разъем, одевается в разъем на камеру, здесь вот у меня разъемчик, и я могу дистанционно управлять камерой, срабатывать. Это дистанционный спуск. А, не знаю, да, 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 это поворот. Это не только, что дистанционную вспышку можно использовать, то есть мы берем, переставляем и работаем со вспышкой. Вот у меня есть прям здесь режим. Видите, что режим съемки, да, и режим вспышки. То есть в зависимости от того, как я работаю, я переключаю на необходимый мне режим, здесь также включаю либо первый, либо второй, и она может у меня работать как вспышка, либо работать как, дистанционный пускатель, затфоров, аппарат. Не, моя такая не может. Так что посмотрите, и в принципе это очень интересная вещь, которая, ну вот, нужна любому фотографу. Слушай, вот я знаю, что многие вещи ты брал с рук. Вот у меня многие спрашивают люди, можно ли брать с рук, или нужно брать с рук. Взять изображение, да, это давайте всегда. Давай начнем с камеры. Вот с камеры можно брать у кого-то с рук, или надо новую покупать? Я думаю, что если вы знаете этого человека, если вы знаете, сколько он с ней работал, да, в каких условиях она использовалась, как человек относится к технике, бережливо или нет, то я думаю, большой проблемы в этом нет. Опять же, в каждой камере есть счетчик. Сколько кадров камера сделала. Поэтому, если вы сами не можете в этом разобраться, поговорите с каким-нибудь человеком, специалистом, кто в этом разбирается. И он вам покажет. Прежде всего, если вы берете камеру, надо посмотреть, здесь есть такие винтики на объективах, на корпусе фотоаппарата. Надо посмотреть, чтобы шлицы на этих винтиках были не ржавы, были не сорваны. Прям такой показатель, что кто-то там уже ковырялся, если шлицы будут немножечко подорваны, подсорваны. Вот, поэтому надо за этим следить. С фотоаппаратом, да, поскольку это такая вещь, как-то он мог эксплуатироваться ненадлежащим образом. С объективами немножечко другая история. Дело в том, что дорогие объективы покупают люди, которые знают, для чего они вкладывают деньги. Опять же, фотоаппарат, если это дорогая модель, то, опять же, те люди, которые покупали, очень бережно относятся к этим моделям. Часто люди берут фотоаппарат, не зная, для чего он им нужен. Просто взяли, ну, дорогой, все говорят, что хороший фотоаппарат, дорогой, должен делать хорошие фотографии. И часто они его мало используют. Поэтому, если вы знаете человека, да, так посмотреть на фотоаппарат, сколько у него кадров, я думаю, можно брать. Причем, если люди будут со скидкой. Ну, это надо тогда позвать специалистов, это как машину, как любую технику. Прийти, посмотреть по каким-то косвенным признакам можно определить. Целы ли резинки, стерты ли края, шлицы на винтиках, целы или нет, как часто использовалась резьба, как байонет, сильно потерты, не сильно потерты, есть ли на байонетах сорваны шлицы или нет. Это сразу все видно. Также видно, когда ремонтировался объектив или не ремонтировался, шлицы на винтиках очень резкие, четкие, какие-то границы тут тоже могут быть сбиты. Ну, и оптику надо смотреть, чтобы стекла были чистые, потому что самое главное в оптике – это стекло. Вот. Это очень хороший совет. Да, посмотреть. Часто бывают такие моменты в старой оптике, кто-то хочет взять оптику, то говорит, ой, слушай, она такая старая, она такая хорошая. Смотрите внимательно, потому что в объективах может жить грибок, который ест оптику. Плесень. Плесень, да. Дело в том, что если объектив попадал в воду, в влажную среду и плохо был просушен или вообще хранился в каких-то влажных условиях, то на стекле внутри объектива может завестись грибок, плесень, и она будет влиять на изображение. Вывести ее практически невозможно, но как музейный экспонат, допустимо, но как для качественных изображений вряд ли вы что-то сможете с него выжать и получить. То есть мы смотрим прежде всего на юзаный вид. Внешний вид, на количество кадров. В любом случае, тот человек, который мы знаем, что он фотографировал, какие фотографии он размещал в интернете, кто он профессионал либо любитель, ну и по каким-то костным видам. Можно ли брать технику после камеры, после профессионалов? Вот после профессионалов как раз-то надо смотреть, потому что профессионал берет камеру для того, чтобы с ней работать. Можно ли брать машину после таксиста? Ну, примерно, вот та же самая аналогия. А оптику? Оптика. А вот оптика – это вещь, которую можно брать у профессионалов. Дело в том, что камера, она работает от количества срабатываний затвора. А для объектива главное, чтобы были целые стекла. И бывают такие вещи, что стекло очень качественное. Если мы берем производителя надежного, и если профессионал работал с этим объективом, он за ним следит. Объектив – это его хлеб. Ему нужен какой-то другой объектив, с которым уже данный объектив не справляется. Появилась новая какая-то модель. И профессионал, он хочет от старой модели избавиться. И с объективами должно быть немножечко попроще, чем с стушками фотоаппаратов. Опять же, везде должна быть голова, везде выбор. И не спешить с выбором, с покупкой, а просто взвесить, посмотреть, посоветоваться, и тогда уже принимать какое-то решение. Паш, напоследок, посоветуй что-нибудь нашим зрителям, вот такой, твой совет начинающему фотографу, который только включали пути, ему вот хочется... Знаете, я вот уже давал столько раз советов, да, я столько раз давал советов, что, если честно, я уже даже не знаю, что советовать, потому что, говорят, ну, ребята, фотографируйте, снимайте, ну, это банальщина. А фотографии надо заразиться, фотографии надо заболеть, фотографии надо сжить. И если у вас это будет действительно уже частью какого-то вашего я, частью вашего существования, то, конечно, у вас будут хорошие снимки. И еще, никогда не хвалитесь, не хвастайтесь своими хорошими фотографиями. А, моя фотография лучше всех. Ребята, снимайте дальше. Может быть, это фотография, которая для вас лучше, но, может быть, вы снимете еще лучше. Поэтому не останавливайтесь, сделайте, работайте, прогрессируйте, совершенствуйтесь, изучайте технику. Будьте всегда в каком-то порыве. И поймите, что ваша лучшая фотография завтра может быть вашей не лучшей фотографией, а лучшие фотографии вас будут еще впереди. Удачи. Все. Что я могу сейчас сказать вам, ребят? Ну что же, спасибо большое, Паша. Спасибо тебе. Да не за что. Приятно было прийти, пообщаться, поделиться какими-то советами. Если они оказались кому-то нужны и полезны, то я рад. Я тоже. Я достиг своей цели. Да, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы хотите их задать Паше, то, или киси моей, да, обязательно пишите в комментариях. Здравствуй. Соскучилась. Потому что я все обязательно Паше передам. Все. Все, на этом все. Всем пока. Надеюсь, что вам было интересно. До свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует...